Видео подготовлено для канала Уроки ТВ Алгебра 8 класс, автор Макарычев. В этом видео мы рассмотрим задание номер 13. Найдите область определения функции. Давайте перепишем первую функцию под пунктом А. Итак, у равно 1 делить на х минус 2. Функция считается определённой, если при определённом конкретном значении переменной х можно рассчитать, какое же значение будет принимать функция, то есть переменная у. Но, учитывая, что вот эта функция имеет форму дробного выражения, то оно не всегда определено, его значение не всегда можно сосчитать. Его значение нельзя сосчитать, если переменная примет такое значение, при котором знаменатель вот этой дроби в правой части обратится в ноль. И тогда вычислить значение этой дроби будет невозможно. Тогда наша задача определить все вот эти значения для переменной х, при которых функция не будет вычисляться, а значит, они не будут входить в область определения функции. Но для этого мы должны выписать знаменатель отдельно. х минус 2 здесь, конечно, он очень простой и очень просто определить, что при х, равном 2, выражение х минус 2 будет равно 0, значит, знаменатель будет равен 0, а значит, вычислить значение функции у будет невозможно в этой точке, при х, равном 2. Поэтому область определения функции – это все любые числа, кроме х, равного 2. То есть х должно быть не равно 2. Пункт В. Теперь у нас функция выглядит так. У равно. Вот такое дробное выражение. Мы, конечно, смотрим на его знаменатель, выписываем его отдельно и определяем, при каких значениях переменной х этот знаменатель обращается в 0. Произведение двух множителей равно 0, когда один из множителей равен 0. Тогда первый случай у нас, когда у равно 0, а второй случай, когда второй множитель х плюс 1 равен 0, а он равен 0 в том случае, когда х равно минус 1. Конечно, все это можно и не выписывать, если вы сразу можете определить. Итак, мы определили два значения 0 и минус 1, при которых знаменатель обращается в 0, следовательно, функция не имеет смысла в этих точках. Поэтому область определения функции – это все значения, все числа, кроме 0 и минус 1. То есть х должно быть не равно 0 и не равно минус 1. Пункт В. Здесь у нас у равно вот такому тоже дробному выражению, поэтому мы сразу выписываем знаменатель, хотя, опять-таки, этого можно и не делать, но просто по алгоритму действуем. х плюс 5 равно 0. При каких значениях х? Ну, понятно, что х равно минус 5. То есть, еще раз, при вот этом значении минус 5 знаменатель дроби обращается в 0, а, следовательно, значение функции определить в этой точке невозможно. Поэтому переменная х может принимать любые значения, кроме минус 5. То есть х не равно минус 5. На этом все, задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.